Мы за честную борьбу и честный спорт. Обсуждение одной из главных проблем употребления спортсменами допинга состоялось сегодня за круглым столом, который организовала Федерация велосипедного спорта Московской области. Круглый стол был организован прежде всего для молодых спортсменов сборной Московской области по велосипедному спорту. Обсудить тему борьбы с допингом в Гребнево собрались заслуженный мастер спорта СССР, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Якимов и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. О скандалах, связанных с допингом в профессиональном спорте, говорится довольно часто. Употребление запрещенных препаратов, а также борьба с ними, является серьезной и болезненной проблемой как российского, так и мирового спорта. Так, например, из-за этого однажды сборную России по легкой атлетике отстранили от участия во всех международных соревнованиях. Как правило, в таких скандалах замешаны не только спортсмены, но и их тренеры и врачи. Для Малаговича очень важно понимать правила игры в той среды, куда он попал. Он, допустим, не может пойти, скажем так, по приглашению куда-нибудь в Белый дом или в Кремль, в кроссовках или в шортах. Для этого есть дресс-код. Он не может прийти в спорт или в велоспорт, в частности, и делать все, что хочет. Есть определенные правила. И правила эти установило как раз Всемирное антидопинговое агентство. Профессионалы рассказали начинающим велогонщикам о своем отношении к запрещенным допинговым препаратам и о том, что настоящий спортсмен в них не нуждается. Ведь самое главное – это стремление заниматься любимым делом, и оно не зависит от каких-либо добавок. Лучше пей правильно, ешь макароны, паста и кинтазами, авокадо, гимнастика, питье на тренировках. Все, сон – это работает, если это собрать все и постоянно этим пользоваться. Если ты будешь жрать какой-то допинг, у тебя будет результат, но опять же, какой результат. Это же тоже всю историю спортсмену можно следить. Это будет вот так вот, а потом вот так. И без этого ты уже не сможешь. Начинающим велогонщикам напомнили о том, что можно являться противником допинга, но не намеренно попасться на какой-нибудь безобидной биодобавке. Запрещенные вещества могут содержаться даже в обычных витаминных комплексах. Поэтому, чтобы не разрушить свою карьеру и не быть отстраненным от спортивной деятельности на несколько лет, следует очень внимательно относиться к тому, что ешь и пьешь.